Время быстротечное и все имеет свой срок службы. В Новоуральске тем временем началась замена старых контейнерных площадок. Речь о поступивших на службу в 2011 году наземных и заглубленных конструкций. Работы по замене производит региональный оператор по обращению с отходами ООО ТБО Экосервис. В течение года к замене подлежат 40 площадок в разных районах города. Реконструкции уже начались. Вопрос по замене устаревших контейнеров поднимался в конце прошлого года на заседании постоянной думской комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности. Инициатором замены выступил региональный оператор по обращению с отходами ТБО Экосервис. В ходе обслуживания площадок предприятие выявило недостатки, усложняющие работу и за свой счет решило менять ситуацию, заменяя устаревшие заглубленные конструкции на современные пластиковые контейнеры. Та техника, которая обслуживает сегодня эти площадки, она у нас не является малотоннажной, она крупная. В основном это трехосные автомобили, есть и двухосные автомобили, они оборудованы краново-манипуляторными установками. Но даже двухосные автомобили не позволяют, скажем, просторно подъехать к этим площадкам и их обслужить. В связи с тем, что появились у нас сегодня малотоннажные автомобили, которые могут подъезжать и забирать мусор из контейнеров, для этого нам нужно опять поменять контейнеры наземные и подземные на евроконтейнеры, что позволяет и перекатывать спокойно, даже если транспорт стоит автомобилями, заставлено спокойно перекатить эти контейнеры и выгрузить их в мусоровоз. Есть у нас малотоннажные мусоровозы, есть у нас контейнеры, которые мы готовы предоставить на указанных адресах. Их будет 127 штук контейнеров за счет ТБО «Кассирис». По санитарным нормам каждый бак должен быть очищен один раз в 10 дней. Для того, чтобы выполнить данные требования, региональный оператор приобрел специализированную технику стоимостью 16 миллионов рублей. С одной заправки водой автомобиль способен обработать 50 контейнеров, а время очистки бака всего 7 минут. Первыми пользователями евроконтейнеров в Новоуральске еще в прошлом году стали жители улиц Перевальная и Победы. С 1 февраля этого года компания начала замену устаревших конструкций и в других районах города. До июля этого года в планах заменить 40 контейнеров в разных точках Новоуральска, что поможет устранить многие неудобства для самих жителей. В том числе 9 заглубленных контейнеров, вот эти вот мешки, когда их достают, там льется вот эта вот жидкость такая, с таким неприятным запахом, да, то есть такое антисанитарное, можно сказать, условие хранения отходов. Это все будет постепенно ликвидироваться и будут современные европейские контейнеры, разноцветные, под разные отходы, которые легко ремонтируются, так сказать, из них изымается мусор, и которые в том числе будут предназначены для дальнейшей сортировки. По поручению губернатора Свердловской области в регионе с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» реализуется комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. В некоторых муниципалитетах уже запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора. Так называемый дуальный сбор предполагает разделение отходов на два типа – перерабатываемые и все остальные. Для этого установлены контейнеры двух типов – для вторичного сырья и отходов, которые нельзя переработать. Их вывозят на полигон. Контейнеры окрашены в разные цвета и промаркированы специальными наклейками. Эксперимент нацелен на улучшение экологии в регионе. А готовы ли наши жители к таким нововведениям? Вообще хорошо сделано. Я считаю, нужно это. А как вы считаете, вообще нужно нам баки для раздельного сбора мусора? Да, нужно обязательно. У нас в районе нет еще таких, к сожалению, у нас еще круглый бак. Так-то хотелось бы. А если появится, вы обрадуете? Конечно, конечно. Здесь надо педальку нажимать. Не каждый пожилой сможет нажать педальку. А там, которые были, там просто бросаешь мусор. Мне нравится, которые сейчас устанавливают. А почему? Ну, они, во-первых, закрыты. Потом появился контейнер для пластмассовых бутылок. Удобно. Или какая-то помойка была тут. Ой, черт-ти что. Лучше. Говорю, что помойка есть помойка. Ничего хорошего в этом нет. Она либо должна быть какая-то закрыта в идеале, либо это должен быть мусоропровод, как это и было в цивилизованной стране. Просто мне нравится постоянно мусор здесь у нас, раскиданная. Проходишь по тротуару, да, запахи. Вот это неприятное. Может, за счет этих баков будет лучше. Я не знаю. Мнения, как всегда, разнообразные. Ну а как покажет себя новая система сбора мусора, увидим со временем. Елена Мельникова, Виктор Малышев, Павел Сизов, Антон Пылаев. Объектив. Итоги.